РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ И ГАЗПРОМБАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВА ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОГРАММУ МАМА ЗНАЕТ ВСЁ НА АВТОРАДИО Добрый день, дорогие друзья! Вновь приглашаем вас в программу «Мама знает всё». Здесь самые родные, близкие люди и самые авторитетные эксперты рассказывают о судьбе и карьере отдельно взятого известного спортсмена. Ну а гарантом честности, искренности и необыкновенной трогательности всего представленного материала выступает «Мама чемпиона». Проект подготовлен по инициативе Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». В студии ведущие Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева. Этот год дал нам шикарную возможность говорить в программе не только о представителях большого футбола, но и о героях футбола пляжного. Притом говорить с гордостью, с радостью и с надеждой. В 2021-м сборная России по пляжному футболу в третий раз в своей истории стала лучшей на планете, одержав победу на Домашнем чемпионате мира. И в третий раз мировой триумф наших пляжников происходит под руководством одного и того же главного тренера, трижды золотого Михаила Лихачева. У нас в студии мама Михаила, Любовь Петровна Лихачева. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Интересно, что тренеров в большом футболе, даже когда они часто меняются, мы более-менее знаем. Знаем их в лицо, слышали про их нрав, про методы работы с командой, про привычки. А вот феномен Михаила Лихачева для широкой аудитории раскрыт, как мне кажется, не до конца. Так что давайте сегодня восполнять этот пробел, тем более, когда в студии мама героя. Любовь Петровна, а вы, по сути, одна воспитывали Мишу. Папы рядом не было? Нет. Папы не было почти. Но он все равно радуется тоже. Радуется. И на матче он тоже всегда посещал стадион. По возможности, наверное. А Миша, ну, когда еще совсем маленький был, кроме мяча он ничего не видел. Это было вот, даже соседи помнят, где-то с пяти лет, вот только с мячом. И уговаривала, и ругалась, что надо что-то другое, надо немножечко молотком работать. Только мяч, ну и клюшка, и хоккей. Вы никак со спортом не были связаны? Нет, нет, нет. Ну, папа немножко спортом был связан, боксом он занимался. Папа. А он вот просто вот, ну, с маленького возраста. Вы знаете, если, например, с работы я приду, и не будет советского спорта, газета есть, газета есть. Вот это он начал говорить мне лет 5-6 уже все, советский спорт, вот потом спорт экспресс. Эту газету он прям просил всегда. И с первой до последней страницы все изучал? Читал он наизусть, мне кажется, все там прочитывал. В футбол мы пошли записываться, показать я пошла его. Это было 84-й год. И получается, что вышли, посмотрели, говорит, не маленький он. Потом вышел тренер, посмотрел и говорит, ну, пойдет, пойдет. Неделю один раз ходил, в субботу. Потом говорю, может, в воскресенье еще можем, если прибавить. Он очень хотел. Тут он уже стал лидер вот во дворе. Но учился он хорошо. Вот мы к школе сейчас еще вернемся. Вообще, само собой, Михаил Лихачев сейчас окружен интереснейшими людьми из мира футбола, в том числе из большого футбола. Со многими из них у нашего героя не просто профессиональные, но и дружеские отношения. И вот сейчас мы поговорим с футболистом клуба «Химки», с чемпионом России еще в составе «Спартака», участником чемпионатов мира и Европы Денисом Глушаковым. Денис, как и с чего началась ваша дружба с Михаилом? Встречаемся, собираемся. Ну и не только, наверное, по этому поводу. И на тренировки иногда приезжают, но когда бывает, потому что в «Химках» они тренируются. Денис, а за каким советом может обратиться футболист Глушаков к тренеру Лихачеву? Жизненные, наверное, какие-то психологические моменты. Ну, не знаю, мне сложно так сказать. Я как бы не обращался, но всегда знаю, что руку помощи всегда вам подаст. И как, наверное, правильно воспитанный человек. Не зря его воспитали таким хорошим, жизнерадостным, позитивным человеком родители. И благодарны, наверное, многие люди родителям, что его так воспитали. Спасибо, Денис, спасибо. Да, не за что. Мы гордимся вашим сыном. Я рада. Денис, ну вот смотрите, про Миллерово, про вашу родину, да, мы так понимаем. Мы действительно услышали, что вы там чуть ли не периодически встречаетесь на турнирах. Это какая-то просто ваша инициатива, это, да? Ну, популяризация футбола должна, наверное, если ты чего-то добился, я считаю, ты должен проводить какие-то мероприятия. В любом случае на тебя дети смотрят. И в маленьких городах это в диковинку, наверное, проводить турниры. Ну, там мальчишек привлекаете, да, к этому? Звезды, звезды, что да, приезжали. Ну, конечно, мальчишки. Ну, у нас формат разный бывает. Зимой взрослые приезжают, ребята, до кубок друзей, как бы называются, моих. В честь них же и турнир получается дружеский по окончанию сезона. Все друг друга увидеть, хотят пообщаться. А уже ежегодно, уже там сколько, 10-12 лет турнир идет. Вот, и каждый год все там какие-то новые, кто-то старый приезжает к команде. Вот, а летом детский турнир и такой матч звезд, наверное, выстрочный, когда приезжают звезды поиграть в перерыве чемпионов. Денис, а вы вот не раз говорили, что с радостью бы попробовали себя в пляжном футболе, если бы вас пригласили. Вот насколько серьезны эти слова? Вообще, когда-нибудь пробовали уже играть? К сожалению, не пробовал, потому что такой специфический футбол. Мы в бутсах играем, а не босиком. Тут надо совет спросить у тренера, как правильно сначала подкачать, наверное, на стопы, суставы какие-то. Ни разу босиком не играли? Нет, вообще-то я играл. Ну, конечно, ты отдыхаешь на отдыхе, где-то ты играешь, но все равно я и чувствую, что это специфически. Ты играешь мячом футбольным, а там у них специальные мяча, они полегче. Как-то координация движений какая-то. Но я в любом случае, это серьезно, и я очень хочу попробовать, и дай бог, может, еще и поиграю по окончанию карьеры уже большого футбола, попробую себя в пляжном футболе. Запомнили, как говорится, отметили. Ну и специально для мамы Михаила Лихачева, для Любови Петровны, какую роль играют родители, вот конкретно мама в том, чтобы просто из увлеченного дворовым футболом мальчишки вырос либо крутой футболист, либо легендарный тренер? Наоборот, хотел у Любови Петровны спросить, вот как у него такая тяга появилась к футболу и к пляжному футболу? Футбол у него с пеленок. Без футбола, Денис, без футбола он вообще не мог. Если лишаешь его этой прогулки, он не разговаривает, не учит уроки. Значит, это дано, это заложено как-то генетически или внутри. Вот родился человек спортсменом, тренером, футболистом, и сложно и заставить детей, мне кажется, и говорить, пойдем на тренировку, тебе надо стать футболистом, тебе надо стать футболистом, ты можешь говорить, что хочешь, но он не может не стать футболистом. Можно, наоборот, родители скажут, иди в школу, а он скажет, нет, не пойду, буду играть в футбол. Так что здесь все люди разные, и я думаю, только у кого что заложено. Благодарю тебя, Денис. До свидания. До свидания, счастливо. Это был будущий пляжный футболист Денис Глушаков, можем теперь же, наверное, и так говорить. Мама знает все. Любовь Петровна, вот скажите, близость к стадиону «Динамо», она определила, наверное, клубное предпочтение Михаила, да, и любовь к бело-голубым у него до сих пор? Да. Ну и, соответственно, его первая спортивная школа, это была школа «Динамо». Школа «Динамо» так, как мы рядом живем, так, самый близкий это стадион. Но, с другой стороны, наверное, вы предполагали какие-то другие, более интеллигентные, что ли, занятия, да, для мальчишки, тем более он умный был, начитанный и так далее. Ну, он говорил, без спорта нельзя жить, нужно всесторонне развитым быть. Как это так? Только учить, 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 учить. Ну, какой парень вырастет из меня, если я не буду спортом заниматься? Я должен тренироваться, я должен следить за здоровьем. Какой молодец, просто. Ну, у вас же еще был сильнейший аргумент не в пользу футбола, это то, что спорт – это постоянная угроза для мальчишеских штанов. Сколько их было порвано? Ну, порвано он так аккуратно, но не получалось. У него не получалось. У него обязательно дырочка появится. То ли он это стадион, то ли площадки это делает он. И он боялся, что я буду ругаться, что следующие штаны уже надо зашивать. Понятно. А кто был его первый тренер в школе «Динамо»? Крыжевский вот очень хвалил. Константин Станиславович, он говорил мне, что, вы понимаете, у меня много детей, но таких, как Миша, футболистов, вижу, я их мало пока. Он маленький, а он будет большой, вы потом скажете спасибо мне. Вот это первый тренер говорил. Я отмечу, что Константин Станиславович Крыжевский – это один из лучших центральных защитников в 50-е годы в советском футболе. Соответственно, потом он уже перерос в тренера, и вот он как раз… Он моего возраста. Он мне говорит, ну, как-то вот может совмещать там вот что-то, работу. Я говорю, работу я не могу бросить из-за тренировок. Вот этот тренер очень, он говорил нам, такой душевный, он настолько нам дает. Вот он всегда так подчеркивал. Он очень грамотный тренер. Я буду играть в футбол, я буду обязательно играть, я мечтаю стать футболистом. Ты еще потом будешь радоваться, если я буду великим футболистом. А получается, Мишу водила на тренировки бабушка, да? Ну, бабушка, я там четыре раза в неделю надо было, да, в субботу, в воскресенье, и я сама водила. А так в будний день он мог бы один ходить, но как-то… Побаивались. И у него еще в час двадцать заканчивался английский язык. А он учился в английской школе. Мне тоже учитель по-английски, он говорит, либо он пропускает этот футбол, он мне говорит. И я не вижу смысла, что вы пришли в нашу школу, и у него вот именно половина второго этот английский язык начинался. А со скольки лет он уже самостоятельно ходил на тренировки? Где-то в третьем классе он один ходил уже, в третьем. А в Лужнике поехал на хоккей первый раз. Ему было девять, десяти лет не было, девять с половиной. Один записку оставил в двери, в декабре месяце. Мам, прости, штаны порвал, но поехал после футбола, играл в футбол, и поехал на пресс-известие. В двери записка. Не ругай. Мы говорим о главном тренере сборной страны по пляжному футболу, заслуженном тренере России Михаиле Лихачеве. Впереди рассказ о пророческих словах самого Льва Яшина в адрес юного Миши и о проблемах со здоровьем, которые, увы, помешали сделать карьеру игрока. Сейчас ненадолго прервемся. В начале двухтысячных, первые четыре года в пляжном футболе, он работал, по сути, без зарплаты. Просто потому, что поверил в сказку, что этот вид спорта когда-то вырастет. Михаил Лихачев. Сегодня разговор о нем. Тренер, под чьим руководством сборной России по пляжному футболу, теперь стал уже трижды золотой в мировом чемпионате. Мы общаемся с мамой Любовью Петровной Лихачевой. Это проект Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка. Любовь Петровна, у вашего сына два высших образования. Педагогическое и юридическое. Но вы вообще хотели, чтобы кем он стал? Журналистом. Ну, тем не менее, два вуза, скорее всего, он для вас окончил, да? Как подарок. Как подарок за то, что не стал журналистом. Ну, юридический-то он прервал, когда уже он пляжным тренером был. Он сказал, не могу я консультировать юридическое консультирование. А по поводу журналистики что он говорил? О журналистике это преподаватель русской литературы. Она говорила, это будет у него данность, гуманитарное образование. Он уже в начальных классах политинформацию вел. Он сказал, если ты меня пустишь на футбол, ты посмотришь, как обо мне скажут. Как не хочется было бы, чтобы журналистом. Он говорит, ну, спортивным журналистом буду. Он опять на свою стезю. Да, спортивным журналистом буду. Но, смотрите, при всех своих способностях, при всей своей начитанности, все-таки с прилежанием в школе было не очень. Гуманитарно у нее все хорошо было. Слава богу, со здоровьем. Вот, неважно было. И так... А с прогулами? Прогулы были. А вот учителя, директор школы, они ведь видели, что мальчишка умный, но пропускает уроки. Как реагировали? Ну, меня не вызывали на родительском собрании. Вот это классный руководитель, учитель по литературе. Она, наверное, так вот все как-то покрывала все. Только делали замечания родители, что Лихачев срывает там Арсения Кравцова. Была бабушка такая, выступила на собрании, что надо обратить внимание, товарищи родители, у нас в классе Миша Лихачев, он бывает, что срывает, опаздывает они. Это все Миша. Мишу надо перевезти в другую школу. Пусть мама сейчас объяснит, какую спортивную школу она выбрала. Но за меня всегда заступалась классный руководитель Ломанова Людмила Александровна. А бабушка боялась, что Миша Лихачев собьет с верного пути одноклассников? Внука, внука, внука Арсения Кравцова. Она выступила, я затерялась, не знаю, что сказать, что неужели из-за него все уходят там, прогуливают мальчишки. А папа один встал и сказал, Александра Павловна, даже имя, отчество я ее помню, говорит, зачем вы такие вещи говорите? А если они сейчас будут в подъездах курить или еще что-то, вы понимаете, Миша спортивный, и это плохому не приведет. Давайте поприветствую Михаила и маму. И если будут у нас все спортсмены, будут играть в футбол, это великое будущее. Ну все, ну потом бабушка как-то так успокоилась. В целом отношения в классе, значит, были хорошие, все понимали. Ну за исключением, может быть, очень беспокойной бабушке, которая устроила это. Вот вы сказали, что еще с Мишей в классе учился сын знаменитого писателя, сатирика Аркадия Инина, да? Да. И что это вот за история была, когда этот сын пришел к вам в гости? У Кости немножко дисциплина была, похуже Миша, конечно. Классный руководитель. Она сказала, я не знаю, как воспитывать. Сходите, Любовь Петровна Лихачева, и посмотрите, как они там живут. Спросите у нее, каким методом успевает он и учиться, и вот он в футбол играет. Но они приходили. Всей семьей? Нет, папа и сын. Папа и сын. Аркадий Инин с своим сыном приходили к вам, и? Костя удивился, что у Миши вот одна комната, где стол, учебники, и соседи говорят, Миша, а где у вас гостиная? А он говорит, а у нас все вместе, у нас ни гостиной, ни спальни отдельно нет. Ну и он в гости ходил, и к Константину ходил. Любовь Петровна, легенда «Динамо» и всего отечественного футбола, Лев Яшин, он же встречался с вашим сыном. Когда это случилось, и что сказал вратарь столетия будущему тренеру пляжных футболистов? Это юбилей Яшина, Льва Яшина. По-моему, это был 88-й год. Ему было 10 лет, и он мне начал заранее говорить. Он уже заранее знал, пойдем, пойдем, пойдем. Ну, мы пришли. Он говорит, я должен туда пробраться поближе к нему. Я не могу так это далековато. Ну, через проход он пробрался, потом говорит, идем со мной, идем со мной. Вы волновались? Ну, я вначале это волновалась. Думаю, он все равно, наверное, спортсменом не будет. Зачем он легенде туда вперед пробивается? Потом он подошел и сказал ему, он задавал ему вопросы. Лев Иванович задавал вопросы Миши. Да, да. Про футбол? Кого знает про футбол? В общем, говорит, он, как потом сказал, я говорю, какие вопросы он тебе задавал? Почему так он гладил тебя по головке? Он говорит, от А до Я. И он потом погладил и меня позвал. Вы знаете, а он будет великим футболистом у вас. Вот. И он говорит, пожалуйста, автограф не оставьте. И он берет такую открытку из своей папки и подписывает ему. Ну, невзирая на пророчество Яшина, Миша Лихачеву не суждено было стать футболистом. Карьеру игрока со временем пришлось свернуть из-за проблем со здоровьем. Со здоровьем. А эти проблемы обозначились еще в юности? Да. Что произошло? Ну, он стал болеть. После рождения диатез был сильный. И вот это получилось, что это потом простудное заболевание. Ну, аллергическое что-то, да? Аллергическое так они не выявили у него. Очень много проб брали всякие это. Так, у него потом получилось то, что с нейродормитами играть нельзя. Львовь Петровна, расскажите о том, что происходило, когда Миша закончил среднюю школу и спортивную школу «Динамо». Вот вообще, в принципе, такое ощущение, что спорт в целом и футбол в частности, все это как будто притягивалось к нему. И он как будто генерировал всю эту футбольную энергию и в институте, и после него. Вот расскажите про этот этап. Ну, в институте просто он не останавливался. Он такие команды создал, что они по полкоманды приходили, что у меня есть в холодильнике, все съедали. Вот они играли просто это. Ну, он мечтал в физкультурную академию закончить. И когда мы пошли поступать, то посмотрели справку медицинскую и сказали, сложно будет ему сдать все это. Сложно. Это не только футбол. Он может не сдать все нормативы. Именно в Академию физкультуры, да? Да. В общем, он пошел в исторический факультет. То есть он учился на историческом, в педагогическом, я так понимаю, да? Да, да, да. Он учился в педагогическом институте, он учился на историческом факультете, но все равно был полностью в футболе. Полностью. Организовывал команды, участвовал в турнирах, и вокруг него все это вертелось. Все, одни спортсмены были. Жили одни спортсмены у меня. День рождения, одни спортсмены. Давайте разбираться. Запуталась. Вот был футбол, был какое-то время мини-футбол. А когда для Михаила Лихачева появился пляжный вариант? Мини где-то в 2006-2007. Мини-футбол тренером. И кто его затащил на пляжный вариант? Сам. Думаю, у нашего следующего гостя тоже есть версия о внедрении Лихачева в песочные игры. В нашей программе Сергей Анохин, президент Федерации пляжного футбола России, генеральный директор футбольного клуба «Химки». Но кроме того, Сергей Вячеславович играл в пляжный футбол и в свое время выступал за команду «Строгино» и становился чемпионом России. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день, Сергей Вячеславович. За период вашей работы в пляжном футболе как раз сборная трижды становилась сильнейшей в мире. Какая из побед вызвала наибольшие эмоции? Ну, конечно, мы помним до сих пор победу в Равене. Это 2011 год. Первая. И тогда, конечно же, первая победа и сложный этап становления. И вот этот итог, которого мы достигли очень быстро. Хотя никто не верил ни в нас, и в том числе не верили в Михаила Викторовича. И хочу напомнить, что на самом деле при переходном периоде от Николая Николаевича Писарева к Михаилу Викторовичу думали, чтобы пригласить в сборную Эрика Кантана. И уже выделили на это даже бюджет. Да, и на самом деле не ошиблись. И во многом было это правильным решением коллегиальным, что Михаил Викторович возглавил сборную. И он стал не просто Мишей Лихачевым. Он Михаил Викторович. И для всех стал Михаилом Викторовичем. Если раньше я его просто Мишаня называл. Я помню, помню Мишаня. Конечно. И это все меняет и саму жизнь, и подход к нему, и к самому пляжному футболу. Но еще раз я хотел бы сказать, раз у нас передача про маму, это очень важно, что у него, Любовь Петровна, такая мама, которая его воспитала таким человеком и победителем во всех смыслах этого слова. Давайте еще раз ей огромное спасибо, что вместе скажем. Безусловно, у нас вся программа, в общем-то, этому посвящена. Сергей, ну вот такой провокационный вопрос. А если бы не было Лихачева, было бы этих три мировых золота? Ну, я думаю, что вряд. На самом деле вся команда чем важна? Он может отстаивать свое мнение. Вот знаете, что было перед этим чемпионатом мира? Команды клубные не хотели отпускать за 40 дней своих игроков на базу сборной команды России. Он настоял на этом. Я его на комитете пляжного футбола поддержал по максимуму. Пришлось даже со своими друзьями, владельцами крупных команд, чутка поругаться за эту тему. А Михаил Викторович смог это обстоять. Сказал, мне надо 40 как минимум дней для того, чтобы мы достойно подготовились к чемпионату мира. Я говорю, ну, надо слушать Михаил Викторович. И вот молодец он. Он с харизмой, с серьезным жизненным стержнем. И, конечно, ради вокруг такого человека и объединяются ребята. Мы организаторы этих всех мероприятий. Мы можем найти игроков, найти Михаила Викторовича, организовать соревнования. Но чтобы команда играла достойно и серьезно, мы не только игроки. Это обязательно очень важен тренер. Сергей, а вы можете себе представить такой вариант, что пляжный футбол в нашей стране становится таким же популярным, как большой? Ну, к сожалению, большой футбол, в принципе, не только в нашей стране, но и в мире никому не обойти. Важно его не потерять. Важно его удержать, чтобы ребята шли в пляжный футбол. Вот я как раз хотела спросить, что сейчас для этого делать? Потому что триумф все равно пройдет. И понятно, что сейчас определенная эйфория есть. А конкретная работа, конкретные школы, конкретные пацаны... Несколько моментов нам надо. У нас Российский футбольный союз сейчас активно развивает детский футбол, открывает региональные центры и детские футбольные центры. При региональных центрах у нас есть предложение, мы его внесли в Российский футбольный союз. что однозначно надо открывать отделение пляжного футбола. Соответственно, в этих отделениях нам нужны манежи. Мы северная страна, и, к сожалению, у нас сейчас плохая погода. Нам нужны футбольные манежи. В Москве, 2-3 в Подмосковье, ну и в тех регионах, где это активно развивается. Саратов, Самара, Новосибирск, Калининград. И, конечно, в Южном федеральном округе нам просто нужны площадки для пляжного футбола. Ну да, там еще и погодные условия. Ну, конечно. И вот, к сожалению, там как-то это не так ярко и сильно развивается, хотя должно быть. Что касается общего развития пляжного футбола, нам необходима большая европейская клубная лига. То есть просто чемпионат России, просто чемпионат Италии и Португалии – это, конечно, яркие события. Но когда мы соберем лучшие команды в этой лиге под эгидой Российского футбольного союза, Европейской международной федерации, тогда мы получим телекартинку, телеправа достойные, мы получим спонсоров, букмекеров, там, не знаю, будет собрать. Понятно. А мальчишки-то хотят идти в пляжный футбол? Что касается этого вопроса, однозначно, но им надо, опять же, достойно дать эту возможность. Вот я только что сейчас заходил на стадион пляжного футбола в Строгино. Ребята тренируются в такую погоду. Поэтому, конечно, когда у нас будут открываться эти школы пляжного футбола и будут условия для развития, они пойдут туда. Более того, когда будут центры открытые пляжного футбола, то мы сможем зимний чемпионат той же Москвы и Московской области проводить. Спасибо огромное, Сергей Вячеславович. Спасибо огромное за участие в программе. Спасибо маме. Привет передайте. Спасибо. Вам успехов, здоровья. Спасибо. Мы не то любим, уважаем. И всем я привет передам. Всего доброго. Спасибо маме. Спасибо огромное. Спасибо. Сергей Анохин был у нас в эфире. Всего доброго. Счастливо. Сегодня мы, по сути, разбираем феномен тренера. Как получилось, что Михаил Лихачев буквально всего через пять лет после того, как начал работать в пляжном футболе, он становится наставником национальной сборной по этому виду спорта и приводит наших парней к первому золоту на чемпионате мира, а потом ко второму, а потом к третьему. Об этом подробнее через несколько минут. А сейчас небольшой перерыв. Мама знает все. На Авторадио. Программа подготовлена по инициативе Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка. В студии ведущие Татьяна Гордеева и Катрина Гайсина. И мама, которая знает все. Любовь Петровна Лихачева. С 2007 по 2009 год Михаил Лихачев уже работал ассистентом главного тренера сборной России по пляжному футболу. Главным тогда был Николай Писарев, правильно? Николай Николаевич Писарев. И вот ваш сын поднабрался опыта и в 2011 сам становится главным тренером национальной сборной. С одной стороны, Любовь Петровна, наверняка вы тогда испытывали гордость, ну, потому что Миша главный тренер. С другой стороны, вид спорта, в который вошел Лихачев, ну, в общем-то, с первой степенью ответственности, он внушал вам уверенность в светлом будущем вашего сына? Ну, да, конечно. Слушайте, ну, Миша ведь тогда был достаточно молодой, да? Сколько он получается? Ну, 30. 30, да. Подожди. 30 сходит? 33? Нет, нет, 32. Нет, 30. Он стал главным тренером 31. Ну, никак ему это не мешало, вот, обстоятельства, то, что он такой достаточно молодой, в общении с игроками, вот, ну, в осознании своего статуса. Или он был готов морально же давно быть с этим? Он, наверное, давно готов. Потому что он это вот повторяет, что тренером нужно данность иметь. Я ему говорю, ну, как-нибудь нельзя идти комментаторам, чтобы не так вот, как ты вот через себя все пропускаешь. Я смотрю, тренера не так, как ты. Вот даю должность тренера, и все. А ты через себя, и у меня уменьшается, уменьшается здоровье. Он, конечно, не хочет слышать про мое здоровье, волнуется, переживает. Значит, вы волнуетесь за него, он волнуетесь за футбол, за команду, и, в общем, все волнуются, и все... Замкнутый круг. И все пропускают все через себя. Получается, это таким образом. Ну, он действительно сильно переживает. Вы согласитесь, очень-очень. Болельщики его даже это видят. Незабитый мяч, все, все, ему хочется зарыться, все, это он неправильно сделал. Он перед чемпионатом мира говорил, я говорю, ну, как бог даст. Он говорит, мам, я все понимаю. Ну, вот игроки, ну, с меня же спросят. Я же тренер. Я должен это все сделать. Я, я, я начинаю говорить, ну, что ты вот прям, я не знаю, как конец света наступает. Особенно вот перед этим чемпионатом мира. Вот на Таити как-то он более спокойно. Это в 2013 году, да? Да, да. Давайте вернемся к первому чемпионству. В 2011 году наши пляжные футболисты под руководством Михаила Лихачева впервые становятся чемпионами мира. Давайте вспоминать это событие. Где проходил чемпионат? Вровенье. Вы наблюдали за играми? Ну, да. Вы тогда дома были? Да, конечно. Вот, а вера в то, что они смогут победить, была или казалось что-то невозможное на то время? Ну, я, когда вот играл Егор Чайков, Филимонов тогда же в команде. То самое Филимонов, кстати, из большого футбола. Да, да. Я очень, почему-то я так уверена была. Ну, не победу, но хорошо они выиграют. Может, серебро, может, золото. А у вашего сына тогда какое было настроение? Говорили с ним перед игрой? Или перед чемпионатом вообще? Не очень он уверен был, что можно там выиграть чемпионат мира. Он мало работал еще главным тренером. Он, мне кажется, сам как во сне был. Ну, а о реакции самых близких людей на события в жизни Михаила Лихачева нам сможет еще рассказать его двоюродная сестра Валентина. Здравствуйте. Валентин, вы из Самары, и, как мы знаем, Миша Лихачев там, ну, по сути, провел полдетства. Да, да. Он и сейчас часто приезжает. А вас в детстве не раздражало, что Михаил был постоянно с мячом? Ну, были такие моменты, конечно, потому что все время же на лето раньше школьникам давали задания в список литературы. И Пушкин, и Лермонтов, и Овод нужно читать, а мы все время с мячом, с мячом. Ну, разные способы я применяла. Заставляла, мячик убирала, заставляла прочесть. А потом придумала хитрый способ. Говорю, сыночек, долго читай, давай-ка тебе расскажу это произведение. Вот так вот мы с ним приноравливались, чтобы были дела сделаны и школьные, и спорт не уходил на второй план. А какая у вас разница в возрасте? Большая. Мы с ним двоюродный брат с сестрой. Мне было 17, когда он родился, и поэтому я его как старшим сыном считаю. А, ну да, понятно. То есть у вас каких-то общих ваших игр не было? Нет. Скорее, воспитанием было уже со стороны Валентины. Да, скорее, да, вы его просто воспитывали, не играли. Да, воспитанием, да. Когда к вам приезжал, он же не только с детьми, но и со взрослым тоже общался и играл, по-моему, вызывал их тоже на футбольные баталии. Да, понимаете, во времена Советского Союза спортивная и физкультурная работа была во всех маленьких и поселках, и деревнях, и селах. И у нас был районный турнир по футболу между поселениями. И молодые мужчины, они играли на этом футбольном поле, тренировались. И он, конечно же, он все время уже на этом футбольном поле вместе со своими товарищами-подростками. Ему тогда уже было 12 лет, 13. И вот они его увидели, что он такой старательный и все время с мячом. И они его взяли в свою команду. И он уже в свои 13 лет участвовал в этом районном конкурсе футболистов. И они, по-моему, заняли в районе первое место. И он об этом рассказывал. Ему было это очень приятно, что взрослые мужчины взяли его с собой в одну команду. И мы гордились, все рассказывали, что Миша наш участвует в футболе. Все время футбол у него, конечно, это его любовь. И это его талант. И это его судьба. И мы сначала думали, что как-то это просто детское развлечение. Что пройдет. Да. А вот сейчас уже как-то даже мы поняли, что это любовь и талант, которые пришли, наверное, как божий дар. Еще вот 4-5 лет уже у него было все время влечение к этой игре. Не было солдатиков на поле. Все солдатики были две футбольные команды. Ворота картонные, маленький пластиковый такой мячик. Все время этим мячом играл две команды. Сам же комментировал этот матч. И сам же еще записывал дневничок. Какие там, сколько голов, какой турнир. И все это вот с детства. Переносимся в настоящее время. Как у вас сейчас в Самаре дела с пляжным футболом? У нас в Самаре прекрасно. У нас в Самаре есть своя команда крылья Советов. Первый город, в который приехали пляжные футболисты сборной России, это Самара. Потому что у нас хороший, удобный, широкий пляж. И на нем можно спокойно поставить временный павион. И очень много любителей. И всегда, когда бы не приезжали пляжники. И чемпионат России каждый год же у нас почти в Самаре бывает. В этом году, по-моему, только не было. И любят, и радуются. И крылья наши выходили на третьи, на вторые места в чемпионате России. Ну и Михаил этому способствует, я так понимаю. Даже сам факт, что он приехал. Я думаю, да. Потому что вот наши самарские города, это Волжские города, и Саратов в это вовлечен, и Самара в это вовлечена. Вот чемпионат России не только же на юге бывает. А вот Волжские города тоже проводят чемпионат России по пляжному футболу. Спасибо вам огромное. Столько информации получили, столько эмоций, столько искренности, столько любви в ваших словах, и столько гордости. Это настолько приятно. Спасибо большое. Двоюродная сестра, по сути, воспитатель, старший наставник, старшая наставница для Михаила Лихачева была у нас в программе. Мама знает все. Любовь Петровна. А вот опять-таки на волне уже своей известности, на волне уже все возрастающего внимания к пляжному футболу, Михаил же даже с самим Марадоной познакомился. Это в Дубае было все. Он близко с ним знаком был. Он напутствие давал, благодарил их. Марадона давал напутствие Лихачева. Поэтому, когда Марадона не стал, я так понимаю, что для Михаила это была такая трагедия. Ой, такой траур. Вы знаете, как он плакал? Очень перенес тяжело. Он говорит, не понимают они. Это же легендарный человек ушел, как наш Яшин. И вот его смерть, вот прям как будто вот... Я говорю, ну что ты все поплачешь? Что-то у тебя очень... Кто-то как будто близкий какой-то дядя или брат умер. Очень мне его жалко, мам. Очень. Понимаешь? Знаете что? Мы сегодня уже очень много обсуждали историю о том, что Михаил так же, как любил страстно футбол, так же страстно любил и хоккей. Вот насколько его увлечение хоккеем глубоко зашло? Он же, по-моему, хотел даже пойти играть в хоккей. Профессионально. Да, так-то, да. Нет, профессионально он не играл. Он играл опять так же. Ну, хотел. А что помешало? Возможности финансовые. Я так думаю, что если бы были у него такие же коньки, коньки более-менее такие, плюшка там, все. Вот он просил это, я не смогла купить. То есть вы не покупали ему коньки? Нет, не смогла. Не смогла. Это ключевая. У него были коньки старенькие такие, а потом он попросил. И так получилось как раз. Очень тяжело было с деньгами. Ну, вы расскажите, зарплата тогда какая была и сколько коньки стоили? Зарплата была 110-120, вот так, 110. А коньки стоили хорошие 60. О, половина зарплата. Нет, не 60. Я помню, что аванс я получила, и он сказал, купи хотя бы вот за 17 рублей. 17 рублей. А аванс 25 рублей. Я говорю, я не смогу тебе купить. Как мы потом на 8 рублей будем жить? Еще, говорю, надо жить и еще за комнату заплатить. Он немножко слезы пустил. Потом он папе один раз высказался. За то, что не помогал? Ну, да, у него были. Но он не жаловался никогда. Он всегда, говорит, у каждого своя судьба. Его ждал пляжный футбол. Все складывалось, наверное, именно в эту сторону. А как вы считаете, Миша строгий тренер? Вот его воспринимает больше как какого-то руководителя, начальника строгого или как друга? Вот это не могу, конечно. Вот даже сама думаю, посмотреть бы, как вот так со строгой. Как он там внутри, да? Да, 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 да. Приятно говорить о чемпионах, но еще очень хочется, чтобы внимание к пляжному футболу и его героям не ограничивалось временем триумфа. Вот мы наш разговор про Михаила Лихачева сейчас ненадолго прерывем, но обязательно продолжим. Мама знает все на Авторадио. За время работы в сборной России он стал самым титулованным тренером в истории мирового пляжного футбола. Трижды приводил сборную России к победе на чемпионатах мира. Четырежды в Евролиге. Трижды на межконтинентальных кубках. Один раз на европейских играх. В 2012 году удостоен звания заслуженный тренер Российской Федерации Михаил Лихачев. Мама этой личности планетарного масштаба. Будем называть вещи своими именами. Любовь Петровна Лихачева сегодня на студии, чему мы очень рады. Программа «Мама знает все» создана по инициативе Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка. Любовь Петровна, а мне показалось, ну вот просто я по телевизору смотрела, или во время чемпионатов мира, по крайней мере на финалах, по крайней мере на домашнем чемпионате, Михаил по хоккейной традиции не бреется. Есть у него такая традиция? Да, я тоже, я ругалась раньше, а потом он говорит, это не надо тебе сидеть вообще. Даже не лезь и не комментируй? Нет, слушай это и не комментируй, все, замолчу. Но это только вот на чемпионатах мира, или это вообще на любых финалах принципиально? На финалах, наверное, на любых. Я так поняла, что на любых. Я раньше не замечала, мне стали спрашивать, меня стали спрашивать, почему он такой бородатый, особенно вот на Таити. Потом я перестала. Ну нормально, зато на следующий день после победы он вновь гладковыбритый и красивый молодой человек, и все хорошо, но уже в статусе чемпиона. Люди, влюбленные в пляжный футбол, сейчас на волне успеха нашей сборной в очередной раз надеются, что мировое лидерство даст толчок развитию пляжного футбола в России. Вот, Любовь Петровна, что вам рассказывает сына? Открываются ли какие-то школы? Есть сдвиги? Он так говорит, что, мам, есть сдвиги, но как ты ждешь, чтобы олимпийским видом спорта, я пока ничего не могу сказать. Ну это не от него зависит, да. Да, да, не от него зависит. О развитии пляжного футбола, вообще о том, что происходит внутри этого вида спорта, мы сейчас поговорим с еще одним очень интересным и искренне преданным этому виду спорта человеком. Футболист, игрок в мини-футбол и пляжный футбол, двукратный чемпион мира по пляжному футболу, заслуженный мастер спорта России, главный тренер женской сборной России по пляжному футболу Илья... Любимый, скажи, любимый. Да, любимчик нашей героини Илья Леонов. Добрый день. Добрый день, Илья. Да, добрый день. Илья, насколько я понимаю, вы пришли в пляжный футбол из мини-футбола. Вот расскажите чуть подробнее, как это произошло? На заре в 2005 году в качестве подготовки наш мини-футбольный клуб пришел на песок. Нам сказали попробовать этот новый развивающийся вид спорта. Мы вышли, конечно, все было очень непривычно. Провели 2-3 тренировки. А в это время начала организовываться под управлением РФС. Стала организовываться сборная России. Назначили тренера Николая Николаевича Писарева. Он присутствовал на некоторых тренировках, на некоторых матчах. Уже мы поучаствовали в чемпионате Москвы. Нашей мини-футбольной, почему-то повторить командой. И он сказал, вот беру вот этого, вот этого. По некоторым рекомендациям, там тренеры были. Так получилось. То есть воля случая, банально воля случая. И впервые я попал в Божную Россию. Меня пригласил Николай Николаевич Писарев. Я поехал. Был первый турнир в 2005 год. Август Мальйорк с такими прославленными футболистами, как Валерий Георгиевич Карпин, Александр Мостовой, Игорь Ледяхов, Киряков Сергей, Никифоров. Которые сейчас, да. Которые мы сейчас знаем. А их тогда для популяризации приглашали? Или как? Они только-только закончили играть. Вот практически они еще были здесь очень футболистами. Вот только-только их карьера профессиональная. Они завершили. Они были в форме, тонусе. И для популяризации в том числе. Они сказали, вот попробуйте, не хотите, играем на Мальйорке. Приезжайте. Хороший турнир. Классно. Понятно, они все общались между собой. Николай Николаевич Писарев был одним из организаторов. Да, они все ответили, да. Встретились. Но поиграв там, сыграв три игры, они поняли, что это не шутки. Да, это совсем другое. Они думали, ну, как бы сейчас мы приехали там, как бы просто думали на пляже поиграть. Там прям в футбол, скажем, дыр-дыр погонять. На расслабоне, простите, да, можно добавить такую? Да, да, да. А вышли, а против нас сборная Швейцарии, сборная Польши, которые там уже профессионально играли. И нас две игры мы проиграли. Ну, причем хорошо бились, да. Одну игру мы выиграли, причем даже в сборной Бельгии. Вот. Но, да, эти футболисты, конечно, ребята, ну, ребята, я так могу сказать, да, понятно, уважаемые люди сейчас, тогда они были им лет по 35, там, по 37, они поняли, что все-таки к этому надо готовиться. И вот именно с этих пор у нас все стало на профессиональную речь, да, благодаря Российскому футбольному союзу стали сборы, чемпионат России. А с Лихачевым при каких обстоятельствах? Вот когда вы сошлись? Когда вы пересеклись впервые? С Михаилом Викторовичем, да, это было знакомство. Он работал преподавателем на кафедре физкультуры Индустрии. В Семеновской академии, да, да. Ну, она Московская сельхозакадемия. А я играл в мини-футбол в команде «Полигран». Это вот там 2000-е, там, начало 2002-е, наверное, 2001-е. Вон еще когда, понятно. Да, 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 да. Мы с ним были раньше знакомы, да, безусловно. И просто мы тренировались, команда «Полигран» тренировалась в этом зале, а потом у студентов, ну, наверное, была физкультура, скажем так. И вот мы так дружили, да, там еще «Спартак» был, у Евгения Страхима Теловчева тоже там периодически мы пересекались. Илья, вот громкие победы российской команды по пляжному футболу достигались с вашим участием. Более того, вы долгое время были капитаном сборной. Может, вспомните атмосферу того времени? Вот какие отношения были в коллективе, какое настроение? Что тогда происходило в вашем коллективе? Да, не, наверное, сейчас их тяжело передать, но, да, может быть, это громкие слова, но мы были большой семьей. Мы встречались на все праздники многочисленные, как Новый год у кого-то, День рождения. Проводили там у Егора Шайкова на даче. Это, да, скажем, наша первая четверка. Плюс выражаются Шайков, Горчинский, Шкарин, Макаров, Андрей Бухвистов, Миша приезжал с семьей. Мы там по два-три дня могли не вырезать с дачи, и игры играли, и парились. То есть наши семьи общались с ней с собой. Славные были времена, могу сказать так. Ну, понятно, что сейчас ребята многие тоже закончили уже играть. Сейчас, скажу так, может быть, у нас нет такой семьи, да, в сборной, да, ребята молодые, другое поколение, даже там уже через поколение у нас, наверное, идет общение. Но, тем не менее, сейчас все более профессионально, мы от игроков требуем, они выполняют. В 2017 году, Илья, вы стали ассистентом тренера национальной сборной, а значит, мы уже больше времени проводили вместе, уже в новом статусе, да, с Михаилом. Возможно, даже лучше узнавали друг друга. Вот, когда вы стали ассистентом, ваши отношения как-то изменились? Нет, отношения, могу сказать, ну, практически вообще не поменялись. Но теперь вы работаете с девушками. Сейчас вы тренер национальной женской сборной. Да, добавилось у меня, чем я очень горжусь. Что у них сейчас, на каком уровне, какие успехи, какие перспективы? Успехи колоссальные. Мы за три года, что сборная образована, мы в рейтинге в мировом стали вторые. Спасибо, очень приятно было пообщаться, познакомиться. Спасибо большое, до свидания, Любовь Петровна, до свидания. Спасибо, спасибо. До хорошего, до свидания. Любовь Петровна, вы счастливая мама? Ну да, да, конечно, безусловно. Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. Мы вам очень благодарны, у нас такой теплый, душевный разговор сложился. И вам спасибо большое. Будем ждать еще победы. Будем ждать победы, обязательно. Благодарим и нашу аудиторию за внимание. И напоминаем, что нашу программу всегда можно переслушать в подкастах на всех цифровых площадках. С вами были Татьяна Гордеева, Катрина Гайсина и Любовь Петровна Лихачева. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До новых встреч. До свидания. Спасибо. Самые близкие и важные в жизни люди, мамы, помогают нашим знаменитым футболистам вернуться в детство. Мама знает все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok